Я хочу продолжить нашу тему, связанную с ООН. Организация объединенных наций вообще должна распуститься. Я так думаю, что новая организация должна создать, новая независимая организация объединенных наций. И даже думаю, что Совет Безопасности тоже должен распускать. И в этом Совете должны быть самые порядочные страны. Я думаю, что эти страны есть у нас, порядка, Норвегия, Финляндия, вот такие страны, Латвия, Литва. Я думаю, что Австрия, Турция, Азербайджан, это вообще, я не буду назвать, совсем другой орган должен быть. Почему? Потому что этот орган уже 49 лет, 50 лет, я не знаю, 60 лет ничего не делает. Сегодня они даже армянский конфликт с нами, который начали с 90-го года, хотя армяне конфликт начали более 200 лет. И ничего существенного, они даже поддержали. Сегодня вот у нас из-за них, из-за ООН, из-за ООН, из-за МИИ, вот эта минская группа, которая создана более 25 лет, она чем занималась? Смотрите, какие сооружения построены на Гором Карабахе. Я думаю, что эти сооружения, инженерные сооружения, это не только армяне способны были, там участвовала и Франция, и американцы участвовали, я думаю. В основном французы, даже Германия. Почему сегодня французы приняли резолюцию против Азербайджана? Ну, какой-то конфликт на Гором Карабаха они хотят признать. Я думаю, что их непризнание, конечно, останется на бумаге. Тут, конечно, большую роль играет религия. Вот религия в этом виновата. Вот из-за этого, вот, даже армяне, я помню, в 68-м году армяне что говорили? Третья мировая война должна быть, начинаться на Кавказе именно. Они почему это говорили? Более того, русско-турецкая война, в основном они, вот сейчас, вот у них такая мечта есть, чтобы турки с Россией начали войну. Россия начала против турковой. Понимаете, вот, русско-турецкая война. Потому что я лет, наверное, 60-го, с детства я это хорошо изучил. И я хорошо знаком с этим народом. У этого народа, можно сказать, я не знаю, народом можно назвать. Они все время говорили, что надо обязательно, чтобы турки с Россией начали войну. Вы знаете, сейчас у французов весь мир, конечно, заинтересован, чтобы интерес есть, чтобы турки с Россией не сошлись, не сружились, не подружились. Знаете, у них интерес есть, чтобы тут все начало войну где-то. И Россия, в общем, и Третья мировая готова. А вот армяне этого ждут. Эти трусливые, я не знаю, чертовы бесы, всегда за женами, за женщинами воюют. И первая Карабахская война, когда началась, армяне, когда начали, там участвовала дивизия российская. Значит, российские войска впереди шли, а сзади армяне. И вот эта хорджиолинская трагедия по вине этих российских солдат. Хотя, можно сказать, что они даже не виноваты были. Почему? Потому что армяне настроили русских, что там готовят против русских террор, бойню, резню и так далее. И эти солдаты что, поверили, что здесь азербайджанцы такое? Но азербайджанцы сами знают, что на такое неспособны. Почему сегодня? Вот я хотел бы, значит, не то, не трогать, и у нас времени не хватит, чтобы об истории не договорить. Армяне сами выходцы, да, вот сегодня толкуют о каком-то Тигран, о великом, о каком-то армянском финикийском царе. Они не знают, я не знаю, людей как... Вот многие страны есть, которые хорошо знают историю, лучше, чем мы, может быть. Но почему-то ни один не сказал, что при чем тут царь финикийский. И с каких пор финикийский царь Тигран стал армянским? Это первое. Они выходцы все из Бангладеша. Я думал, что раньше, что это цыганское племя из Индии, но оказалось, что из Бангладеша. Есть в районе, в Ереване есть микрорайон, где-то вот 3-4 километра от города. Расстояние, ну, знаете, такая, да, не очень большая. Ну, почему назвали Бангладеш якобы с расстоянием? Но когда я узнал, они сказали, что, ну, они так... СМИ, так, СМИ, знаете, наши предки оттуда, из Бангладеша, поэтому назвали Бангладеш. Я как-то вопрос даже задали, почему не Ангола? Ангола тоже. Почему не Африка? Магадан там, может, было бы. Именно Бангладеш, ну, они сказали, что это наша родина. Мы оттуда появились. Появились они где-то вот в конце, в конце, значит, где-то в конце эры, вот, начало нашей эры, вот, можно сказать, вот, начало нашей эры, они вот, значит, появились где-то вот в районах Греции, Рима, Египта, вот, в этом районе они. Они уничтожили эти племена были, там, Финикити были, Ассирицы были, вот, очень, вот этих они уничтожили. У них, вот, они всю жизнь чужими именами, чужой историей, все крадено у других народов. Имена, да, все знают, тюркские, испанские, кухня, быть, вообще, все у них, и культура, и искусство, все взято, можно сказать, у турков. Я сегодня, конечно, историю не хочу. Вот мне что задело, почему Германия поддержала? Вы помните, немецкие депутаты побежали в Нагору Карабах. Этим депутатам хочу сказать, что Гитлера вспомнили, что побежали армянский фашизм. Не зря они побежали, потому что армянский фашизм, почему поддержали армянские фашисты, воевали на стороне немцев. И, ну, за Советский Союз, они на два фронта. И еще одно. Почему немцы сегодня против турков? Знаете почему? В 41-м году Германия была в союзе с Турцией. Турция не поддержала Гитлера, а то уже Гитлера, немецких фашизм. Почему? Во-первых, турки не воюют с женщинами, как и армянами, с детьми. И никакого геноцида не совершал. А Гитлер против евреев погром устроил, резню устроил. Даже армяне, начиная с 18-го года по 45-го, от 3000 до 20000 евреев уничтожили армяне. Это за течение 20 лет, 25 лет. А сегодня толкует, что мы помогали евреям и заодно, и так далее, и прочее. Вот Турция почему не поддержала? Правильно сделала. Как поддержат Гитлера, когда турки никогда не воевали против женщин, против детей. А Германия вела войну против детей. Гитлер воевал против детей, резал, убивал детей, женщин. Поэтому, дорогие мои, так что Турция не поддержала, вот поэтому не поддержала. А сегодня немцы вспомнили Гитлера. Пошли, побежали. И еще одно. Забыли, что вот французы сегодня поддерживают, то ли признают Нагорный Карабах. Они забыли, что когда азербайджанцы спасали Европу, это первым, это французов спасали. Когда армянские фашисты, немецкие фашисты резали, убивали в Париже, вы меня, извините, насилие совершали против женщин, ваших французов. Макрон, послушайте меня. Вот я знаю, что вы армянин. Вы знаете, как вас выбрали? Я это несколько раз, многих раз повторяю, что вы поддерживаете, почему армян так. Потому что вы родственные отношения имеете. Они вашу мать даже спасали, азербайджанцы. Азербайджанцы спасали французских женщин. От насилия, от немецкого, от германского насилия. Тоже мне придумали мусульмане, христиане. Христиане резали вас, французы. И еще, я Макрону скажу, вы геноцид совершали против Черной Африки, против Северной Африки. Сколько? Более полтора миллиона, может быть, вы тушили и нигерийцев, и Северной Африки, и Южной Африки. Почему никто ничего не говорит? Вы сегодня... И еще забыли, я бы сказал бы французам, что у вас есть национальный герой, Ахмедия Джабраилов, азербайджанец. Почему вы забыли? Национальный герой Франции. Даже Шарль Деголь, ваш покойный президент, приходил в Советский Союз повидаться с Ахмеди Джабраиловым. Французы, думаю, что да, сегодня они какое-то, знаете, лидерство взяли в мире и толкуют свою политику. Я не знаю, французы, я думаю, что, я так думаю, совместно с армянами, они готовят Третью мировую войну против мира, можно сказать, против человечества. Но я думаю, что мир с ума не сошел. Даже говорят, что Ванга там говорила много, что Третья мировая война начнется обязательно. Но я думаю, что благоразумие, как говорится, возьмет вверх. Очень много я сегодня хотел бы сказать, наверное, не успел бы, вы знаете, что даже я хотел бы вернуться миротворческим силам, да, почему они сегодня поступают вот так, знаете, безответственно стоят, миротворческие силы, что такое? Они должны сегодня о безопасности думать. Я думаю, что сегодня, посмотрите, наши города в руины превратили армян. Ни одного, даже камни нету. города, слушайте, это не города, это какие-то уже руины. И сегодня они стоят, смотрят, когда там животных убивают, армян. Убивают, можно сказать, экологически вред наносят. Там какие-то отходы бросают в реки, озера. Да, поджигают леса. Я не знаю, вот для чего миротворить. Я сейчас один вопрос задаю российским миротворцам, и этому генералу, который вот здесь. Если я вот сейчас пришел бы в Москве, поджег бы где-нибудь в лесу, ваши поля там минировал бы, не знаю, там, устроил бы террор, там, поджигал бы, взрывал бы и так далее, прочее. Я не знаю, что вы сделали бы, что посмотрели бы, как Актай там рушит вашу Россию. Ну, давайте, помозгуйте, посмотрите. Нет ответа, я знаю, что ответа нет. И поэтому миротворцы для чего там? Я не знаю, как еще сказать. Сегодня азербайджанцы, я думаю, что не только спасают Азербайджан, не только Кавказ. Они даже сегодня ведут, и наш президент Ильхам Алиев говорит, что мы действительно освобождаем мир от армянского фашизма. Даже я не знаю, как их можно назвать людьми, это чертовы бесы. Даже я иногда смотрю, вот что делает дьявол, сатана, и что делает армянин. Да, мертвецами играем сюда. Слушайте, мертвецов режут. Учат детей, как мертвецами издеваться над мертвецами. Вот я не могу это иногда знать, нормально смотреть. Что делает черт, то и делает армянин. Как можно их защищать? Сегодня российские политики, даже многие там говорили против Азербайджана, ну как можно их защитить? Как можно их защитить? Они когда убивали ваших еще в 1870 году против Александра Третьего, Николая Первого Второго, армяне всегда совершали террор. Ваши императоры закрыли их церкви армянские. Почему там боеприпаса нашли? Нашли, 150 школ закрыли. Я это сколько раз повторял. Как это можно разрешать? Смотреть, армян защищать. Я удивляюсь. Что не делают армяне? Все время вредят вы их защите. Вместо того, чтобы... Когда азербайджанцы тоже в России воевали, когда пришли спасать наши горючие, вот азербайджанское горючее не было бы. Я не знаю, какой самолет, танк полетел бы, проехал бы. Европейцы забыли. Сегодня Европа против нас. В Европе за счет азербайджанской горючей вы живете сегодня. А то бы ходили бы гансами, мюллерами под сапогами немцев. Это азербайджанцы пришли спасать. Ихне горючее как могли забыть? Как сегодня вот... Я не знаю, вот у вас, может, с головой что-то не так. Я сегодня одобряю вот к Игорю Караченко, политологу Наумову, Михаилу... политологи, которые говорят действительно о справедливом деле Азербайджана, что действительно азербайджанцы благородные, они никогда не предают, как армяне. И Петр первый говорил о предательстве армян. Хотя они продажи, но мы должны их защищать. Почему-то не знаю. Более того, более того, азербайджанцы сегодня показали всему миру культуру ведения войны. Вот о чем я хотел сказать. Как они поступают с солдатами, вражескими солдатами. Не как армяне. Не как армяне. Даже мертвецов они спокойно не дают. Они мертвецов, они двойной расстреливают, убивают. Вот сегодня геннадцы совершили, никто опять глаз закрыли. Болистическими ракетами обстреляли по Гянчей, по Барде. Как хуже на это? Да сколько раз президент столько говорит наш Азербайджану? Сколько говорит вам? Вам мнение. Вы думаете, что? Вы думаете, что Третье мировое хотели? Мерсакла. Спасибо.